Замерзли и вымокли. Несмотря на холодные ночи, ждать повторного подключения отопления не стоит. Лучше ждите потепления. Плюс семь, так начался этот день. Что же дальше, расскажу вам я, Ирина Ромбальская. Метеогид погодой не сделает, но с прогнозом точно все будет ясно. Грозовой перевал. Отступят ли дожди на предстоящей неделе? Заснеженный лазурный берег и заледеневшая Германия. Ждать ли Беларуси арктического вторжения? Хоть на обложку журнала мы нашли лучшие весенние геолокации для ваших снимков. И, конечно, самые зрелищные природные катаклизмы и самый актуальный прогноз погоды на предстоящую неделю. Небо знает, знает, что на такой праздник нужно подарить хорошую погоду. И это, несмотря на то, что минувшая неделя началась, мягко говоря, прохладно. Не только мирное, но и практически чистое небо порадовало нас в День Победы. Причем, как раз на один праздничный день. И самое главное, что все это благодаря небесной канцелярии. Вопреки домыслам, в Беларуси искусственно тучи руками не разводят. Иное дело другие города. Там иногда облака на миллион. Столько, например, стоит хорошая погода в Москве. А вот на бесплатный салют небесную канцелярию не уговоришь, но потратиться стоило. Впрочем, как вы успели заметить, гремели не только салюты, но и грозы. Еще Тютчев признавался в любви грозом в начале мая. И все равно каждый год они как снег на голову. Что происходит, спросим у Дмитрия Рябова. Беларусь открыла грозовой сезон. И в этом нет ничего аномального. Грозовой период в наших широтах стартует со второй половины апреля. Май в этом году начался не столько с холодной, но и с дождливой погоды. Например, в Минске уже выпало осадков 43 миллиметра. А это 66 процентов от нормы. Норма 65 миллиметров. И это только начало. Ведь впереди еще большая часть месяца. Да и лето не загорание, которое богато на ливни и грозы. Если в апреле в среднем бывает от одного, двух до семи дней с грозами, то в мае их количество увеличивается. За месяц максимальное число грозовых дней может достигать 10-15. Грозы возникают при высокой неустойчивости воздуха. Что бывает, когда температура с высотой понижается очень быстро. Примерно на 10 градусов каждый километр. Или еще быстрее. И кроме того, воздух богат влагой и достаточно прогрет в нижнем слой атмосферы. Для развития грозы нужна значительная энергия, сосредоточенная в сравнительно небольшом объеме куча дождевого облака. Учерпается эта энергия из водяного пара, который, поднимаясь вверх и охлаждаясь, конденсируется, выделяя тепло. Грозовые разряды чрезвычайно опасны. Сила тока в канале молнии может достигать сотен тысяч ампер. Большинство случаев поражение людей молниями приходится на сельскую местность. В городах такое происходит гораздо реже, так как практически все сооружения имеют громоотводы и могут служить надежным укрытием от грозы. Если гроза застала человека в поле или в лесу, не стоит прятаться под одиноко стоящими или очень высокими деревьями. А вы знаете, что при грозе может скиснуть молоко. И это правда. Это связано с тем, что тепловым грозом предшествует влажная теплая погода, благоприятствующая развитию молочнокислых бактерий. Само атмосферное электричество, разряды которого происходят при грозе, прямого отношения к скисанию молока, по-видимому, не имеет. Ведь молоко не скисает при грозе, когда оно стоит в погребе или в холодильнике. И сохраняется низкая температура, не способствующая развитию молочнокислых бактерий. По крайней мере, пусть у нас и прохладно, но все логично и соответствует графику. Иное дело в других европейских городах. Туда решила вернуться зима. В европейских странах весна решила взять паузу. За несколько недель до начала метеорологического лета в Германии выпал снег. В горах около 20 сантиметров, а температура воздуха в ночное время опустилась ниже нуля. Накрыло толстым снежным покровом и всю весеннюю зелень. Совсем неожиданный майский снег обрушился и на южные регионы Франции. В департаментах ВАР и Бушдерон была объявлена оранжевая степень опасности. Порывы ветра там достигались 140 километров в час. Непривычному для лазурного берега выпавшему снегу, казалось, были рады только дети. Снежный покров на трассах осложнил дорожную ситуацию. Из-за опасных погодных условий в Марселе отменили велоту. Впрочем, было бы странно ехать по снегу на велосипедах. Скорее пригодились бы сани. Сильнейшее наводнение переживает американский штат Техас. Из-за непрекращающихся дождей многие дороги оказались затоплены. Спасательные службы создали специальные группы быстрого реагирования для эвакуации водителей, застрявших на затопленных дорогах. Наводнение серьезно осложнило жизнь города Хьюстон с населением в два с лишним миллиона человек. Из-за ураганов начались перебои с электричеством. Мощнейшая песчаная буря погрузила Австралию в кромешную тьму. В мгновение ока наскрыло солнце, и пейзаж изменился до неузнаваемости. Кое-где и вовсе возникло ощущение, что ты на красной планете. В воздухе стояла кирпично-красная дымка. Порывы ветра превышали 80 километров в час. Видимость упала до минимума. Бурю признали сильнейшей за последние 40 лет. И кит-джентльмен. В Норвегии девушка уронила в море свой смартфон. И тут на помощь пришел кит. Белуха вынырнула из воды с гаджетом в зубах и передала стоящим на пирсе людям, которые были в изумлении от происходящего. Диванные критики, впрочем, как всегда попытались найти двойное дно. Комментаторы уверяют, что это кит-шпион. На нем действительно есть загадочная маркировка оборудования Санкт-Петербурга. И не исключено, что под водой он успел скачать все данные и установил в телефон микрочип. И уже не шпионские, а музыкальные страсти разгораются в Тель-Авиве. Вот где сейчас действительно жарко. Три дня осталось до первого полуфинала Евровидения. Страсти накаляются, кровь в жилах артистов холодеет. Букмекерские ставки, как ветер, меняют направление. А вот кому ни холодно, ни жарко, так это стилистам. Несмотря на плюс 30, многие участники для выступления выбрали высокие сапоги. В их числе и Зена. Почему, узнаем прямо сейчас. Приветствую, Израиль! А все потому, что всю предстоящую неделю у Тель-Авива в прогнозе Евровидение. И здесь важно быть одетым не по погоде, а скорее по последней моде. Артисты готовятся к выступлению на самом известном песенном конкурсе мира и стараются обратить на себя внимание всеми возможными способами. А вот все остальные как раз наслаждаются израильским солнцем, морем, бризом. 31 градус днем и 18 ночью. Такая настоящая мечта для белорусского мая. Надеюсь, немножко этой атмосферы получается передать через экран. Но настоящую жару обещаю во вторник, ближе к полуночи, в эфире выступит наша Зена. И мы надеемся, что в финале Евровидения 2019 будет и белорусский флаг. Что ждет Европу о синоптической ситуации на предстоящую неделю расскажет Дмитрий Рябов. На следующей неделе в большинстве стран Европы ожидается очень теплая и комфортная погода. Теплее всего будут в странах Западной Европы. Там температура воздуха днем прогнозируется плюс 25, плюс 30 градусов без существенных осадков. А вот немножко прохладнее будут в странах Центральной Европы. Здесь днем ожидается плюс 19, 24 градуса. Не исключены короткие грозовые дожди. Ненастная погода ожидается в странах Скандинавского полуострова. Здесь атмосферными процессами будут управлять активный циклон. Ожидается пасмурная настная погода, которая будет сопровождаться порывистым ветром. А вот страны Балтии, Беларусь, северо-западные центральные регионы России, Украина и Польша будут находиться в поле повышенного атмосферного давления, которое медленно смещается на восток. И по ее периферии на нашу территорию будут поступать очень теплые, но влажные воздушные массы. Преобладающая температура воздуха днем ожидается плюс 16, 24, в южных регионах на 3-4 градуса теплее. Но при этом не исключены короткие грозовые дожди. Вот если бы в небесной канцелярии принимали наши заказы и учитывали пожелания, в солнечных дней было бы гораздо больше. Но оказывается, есть и другие способы повлиять на розовый троп и создать ощущение постоянного тепла или морского бриза. Например, с помощью архитектурных решений, способов организации пространства и эстетики жилого района. Крупный белорусский застройщик пожелания в стиле «хочу жить в районе с особым климатом» и каждое утро просыпаться в белорусской Италии или Скандинавии не воспринимает как каприз, а наоборот, как мотивацию для создания особых типов жилья и районов. Где и как специалисты ищут новые и нестандартные для страны решения и с помощью чего воплощают эти прогрессивные идеи в жизнь? Александр Раткевич. Мы всегда мечтаем о хорошей погоде, но редко задумываемся о том, что создают ее не только силы небесной канцелярии. Образно говоря, погоду тоже можно построить. То есть на вас лежит огромная ответственность. Каким образом вы справляетесь с ней? Мы создаем уникальный, нестандартный, прогрессивный подход к архитектуре, который напрямую влияет на человека. Помните про теорию разбитых окон? Человек впитывает все, что его окружает и начинает вести себя соответствующим образом. Архитектура ОСТО и Новой Боровой воспитывает в наших жителях другое отношение к месту своей жизни, развивает в них эстетику, позитивно влияет на детей, потому что они видят вокруг себя красоту и качество. Мы не строим типовое жилье. Мы находимся в постоянном поиске новых для страны решений. Скажите, откуда вы черпаете идеи и откуда берется вдохновение? Идеи мы берем в Европе, в некоторых других странах. Какие-то идеи мы перерабатываем и реализуем с учетом особенностей нашей страны. И делаем это не потому, что так надо, а потому что хочется повышать уровень. Хочется, чтобы людям нравилось место, которое они выбрали для жизни, чтобы они гордились, говоря, что живут в Новой Боровой. А мы, архитекторы, создатели этих проектов, гордились своей работой. Кроме того, это действительно улучшает облик нашего города. Скажите, а насколько требовательны ваши жители и какими они хотят видеть свои квартиры и районы? Нестандартная архитектура – это то, что есть в наших проектах по умолчанию. Этот принцип мы ввели в самом начале строительства Новой Боровой. Теперь уже мы видим, что наша стратегия приносит плоды. С одной стороны, это повышает планку в головах потребителей и приучает их к высоким стандартам. С другой стороны, развивает рынок недвижимости в целом. Мы думаем и о том, чтобы внутри домов людям было тоже комфортно. Поэтому плотно работаем со всеми домостроительными фабриками, внедряем новые технологии строительства. Все это создано для того, чтобы человек приезжал в любой из наших кварталов и понимал, я хочу жить именно здесь. Знаете, у меня уже тоже такие мысли возникают, поэтому продолжайте удивлять. Не спешите ругать похолодание. Именно благодаря ему цветут сады. Вот они – истинные виновники прохлады. Красота, как известно, требует жертв. Зато ленты социальных сетей давно заполонили белорусские сакуры, а через пару дней стартует неделя сирени в ботаническом. Как сегодня модно говорить красоты вам в ленту. Лучшими геолокациями для ваших снимков поделится Анна Катикова. Май – это такое время года, когда все цветет, распускается и становится ярким вне зависимости от того, какая за окнами погода. Это тот самый случай, когда хочется сказать «остановить мгновение». Впрочем, мы нашли людей, которые способны это сделать без всякой магии. Привет, Наташа. Привет. Попробуем остановить мгновение. Сейчас самое время выйти на улицу и сделать классные кадры с цветущими деревьями, среди цветов, в красивой пробуждающейся природе. Наташа, как сделать яркие фото даже в пасмурную погоду? Вообще фотография – это рисунок света. То есть все зависит от цвета. Все ваши красивые кадры, ваше красивое лицо зависят от того, как на вас падает свет. Если у нас пасмурная погода, мы примерно прикидываем, откуда у нас все-таки падает солнце и разворачиваем модель на солнце лицо. Глаза при этом не сжимуются, потому что солнца ты практически не видишь. Если мы отвернемся от света, то под глазами будут темные круги от теней. Если у нас солнечная погода, то все зависит от фотоаппарата. Я люблю снимать в контровом свете, когда солнце сзади, при этом лицо остается красиво подсвеченным. Всегда можно найти какую-то светлую стену или еще что-то, что подсветит ваше лицо с другой стороны. Наташа, ну а как не померкнуть на фоне всей этой весенней красоты? Красиво поснимать через цветы, а поставить модель немножко за ветки, за цветущие ветки. Сделать акцент на цветы, можно подставить туда руку, посмотреть на них. Можно приблизить губы, снять близкий кадр, губы с цветами, руки с цветами. Для инстаграма прекрасно. Я вот знаю, что в следующей неделе в Ботаническом саду объявлена неделя цветения сирени. Наверняка будет поток людей, которые пожелают сфотографироваться, запечатлеть себя во всей цветущей красоте. Наташа, подскажи, как сделать красивые яркие фотографии. Будут цвести аллеи, красиво быть между деревьями, чтобы деревья уходили цветущие в перспективе назад. Можно быть перед деревьями, чтобы все было сзади, такое сиреневое, красивое. Смотрите, где располагаются цветы. Будет классно, чтобы они обрамляли фигуру, обрамляли портрет. Старайтесь, чтобы модель была не по центру кадра, а немного сбоку. Смотрите на сирень, трогайте ее, можете понюхать. В пасмурную погоду без дождя очень хорошо фотографироваться, потому что вы не жмуритесь на солнце. Всегда нужно выбирать такие ракурсы, чтобы не щуриться. И красиво фотографироваться спиной к солнцу. Ну, всегда можно закрыть глаза. Фотография с закрытыми глазами сейчас популярна. Наташа, спасибо за советы. Я надеюсь, что они помогут нашим телезрителям. И их альбомы, и инстаграмы действительно станут ярче. От электронных технологий к электронным деревьям в Лондоне запустили проект «Искусственный лес». В основе биосолярные листы. Электронные деревья работают как солнечные панели, разворачиваются вслед за источником света и поглощают углекислый газ. Причем, по расчетам ученых, гораздо эффективнее своих натуральных собратьев. Комплект таких панелей должен заменить целую рощу и сотни деревьев. Поскольку 40% территории нашей страны заняты лесами, надеюсь, нам еще долго не придется прибегать к суррогату. А вот живым деревьям на предстоящей неделе как раз понадобится ваше внимание. Предлагаю заглянуть в лунный календарь. Май – самый напряженный месяц у садоводов-огородников. 13 и 14 число – лучшие дни для посадки и пересадки хвойных и многолетников. 17 мая рекомендуется посадить капусту, помидоры, огурцы, перец и тыкву. Посетить парикмахерскую, чтобы прическа была красивая и привлекательная, а волосы излучали блеск и здоровье, лучше всего на следующей неделе – 13, 14 и 17 мая. Для посещения стоматолога следует выбрать 13, 16 и 19 число. С понедельника по пятницу будет обостряться влияние магнитных бурь на здоровье человека. Особую осторожность следует проявить метеозависимым людям. Знание благоприятных дней на следующей неделе поможет вам в планировании дел с минимальными потерями времени и усилий. Для любых начинаний выбирайте 17 и 18 мая. Пришло время подвести итоги рубрики «Стоп-кадр». Весна постепенно набирает обороты, по водной глади скользят лебеди, а на деревьях распускаются небывалые красоты цветы. В общем, фотографии на любой вкус. Но вернемся к итогам этой недели. Напомню, из множества фотографий мы выбрали 10. Каждый присвоили номер. Затем с помощью генератора случайных чисел определили победителя. На этой неделе удача улыбнулась Александру Барушка из Минска. А счастливый снимок был сделан профессиональной камерой в Брестской области. Хотя Александр фотографирует нечасто. Как и обещали, приз от телеканала в зон с логотипом ОНТ сегодня же отправим победителю. А я приглашаю всех участвовать в нашем конкурсе «Стоп-кадр». Размещайте свои фото с красивыми белорусскими пейзажами, необычными природными и погодными явлениями в социальных сетях телеканала ОНТ. Лучшие снимки увидит вся страна. Кому достанется следующий приз, узнаем через неделю. А сейчас самое время узнать, какое она будет у Дмитрия Рябова. Первая декада мая не радовала нас стабильностью и теплом. Погода становилась влажной, прохладной и неустойчивой. Среднесуточная температура в среднем на 4 градуса ниже нормы. Следующая неделя будет более теплая и комфортная, но по-прежнему влажная. Длительного периода сухой погоды, как это было в апреле, ждать не приходится. В большинстве дней малоподвижный атмосферный фронт будет определять в Беларуси неустойчивую погоду. С дождями, различной интенсивностью и грозами. Но при этом будет тепло. Юго-западные воздушные потоки будут без прерыва поставлять порции субтропического воздуха с районов Турции и Черного моря. Среднесуточная температура на несколько градусов превысит нормы. Ветер ожидается южной четверти. Умеренный, при грозах пары и весны. В ночные и утренние часы будут сгущаться непродолжительные туманы. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 11. По юго-востоку на 2-3 градуса теплее. По разговору дня 16-23. Субтитры подогнал «Симон» А мы увидимся ровно через неделю, чтобы не обсуждать или ругать погоду, а строить планы в соответствии с актуальным прогнозом. Мы не предсказываем. Мы прогнозируем. Хорошего субботнего вечера! Субтитры подогнал «Симон»!